Рабочую поездку в Оксино делегация под руководством главы региона начала с гордости и градообразующего предприятия «Колхоза Победа». Небольшая старенькая ферма, 60 голов породистых коров и около 30 работников. Объёмы продукции по меркам СПК вполне приличные. Более 15 тонн сметаны, 20 тонн творога и 2,5 тонны сливочного масла. Продукция в селе долго не задерживается и сбывается уже определившимся партнёром. Цель и задача какая? Обеспечение людей работой, в первую очередь, и самой самой продукции. То, что у нас продукции для населения хватает, это само собой, разумеется, 90% производимого молока перерабатывается, реализуется в городе Наринмаре. Ну, а в деревне, по потребностям, сколько надо, столько в деревне есть. На ферме имеется упаковочный аппарат, чтобы продавать в город не сырьё, а готовую продукцию – расфасованное молоко. Но его негде разместить, поэтому сегодня нет возможности наращивать объёмы производства. Нужна СПК и долгосрочная программа, в которой будет всё прописано по пунктам. Сколько произвести молока, например, через три года, кто его будет покупать и по какой стоимости. После фермы заглянули в частные хозяйства. Огородники говорят, урожай в этом году не такой обильный, как в прошлом. Но есть чем похвастать. Крупные розовые клубни так и просились в руки гостей. Шутка ли вырастить такой картофель в Заполярье? Я ещё только второй день собираю. Вчера 11 ведер сняла, сегодня не знаю, сколько будет. Можно, я-то приду. Вы говорили, что в прошлом году 100 ведер собрали? Больше 100 ведер, да. В этом году будет меньше? Может быть, поменьше. Я говорю, там левицы, туалеты. Трудовые будут. Далее учреждение – участковая больница, строящийся двухэтажный музейно-библиотечный комплекс «Школа». Новое здание на 100 мест начнут строить, как только разберутся с ФОКом. Его планируют сдать в следующем году. За основу зданий взяты успешные проекты в сёлах Красное и Коткино, где население также нуждалось в современных конструкциях. Социальная защита наших детей выглядит очень мощно. Это бесплатное пятиразовое питание фактически всех учащихся. Это поддержка, создание, придание интернату статуса не просто пришкольного, да, но и интерната с приходящим контингентом детей. То есть там, где плохо в семье в какой-то момент, да, то мы можем принимать детей даже с мамой. В детском саду за здоровье и жизнь детей беспокоиться не приходится. В здании провели капремонт, поменяли окна и обшили снаружи. Закончил экскурсию по селу встречи делегации с населением. Игорь Кошин дал оценку увиденному и поблагодарил за тёплый приём. Каждый раз, приезжая к населённым комплексам, понимаешь, что там, где люди вкладывают душу, где люди не просто работают, что там, знаете, как смену. Прошёл, будильник отщёлкал и куда-то побежал. Куда, конечно, совершенно по-другому. В завершении встречи Игорь Кошин заверил, что для развития посёлка администрация сделает всё возможное. Остальное решат трудолюбие и большое желание населения.